Стёкла разбиты, разрисованы. На металлических конструкциях поступила ржавчина. Не все новые остановочные павильоны благополучно пережили зиму. 36 новых остановок должны были появиться в городе к концу сентября прошлого года. Подрядчик затянул сроки. В итоге остановки установили к Новому году. Ожидали мы большего. Там же обещали и подсветку, и Wi-Fi. Не могу сказать. В некоторых местах уже стёкла побиты, но как-то не очень аккуратно, на мой взгляд. Ну а так, постоять 10-15 минут можно. Есть у горожан замечания и к конструкции остановок. Стоишь, вот это пространство, всё задувает, и как будто остановки нет её. Вот, и поэтому они неудачные. Вот в Москве, там вот нету вот таких вот этих пространств. Я была в Москве. Вот дырочек нету вот этих сверху. Нету, там сплошной так вот монолит, стекло. И очень уютно стоять в этой автобусной остановке и ждать. А здесь всё продувает. Если ветер продувает, дождик мочит, снег мочит. Вот так же неудачные остановки, неудачные. Старые были лучше. Всё. А замечания какие основные? Чего не нравятся? Ну, знаете, сейчас... Вот, во-первых, сидения такие, они очень холодные. А уже по-живому человеку надо посидеть. Вот, очень холодные. И как-то продуваются все они. Ну, вот старые лучше были. Нормальные остановки, только стекла, по-моему, ненормально. Не для этого дела. Их бьют всё равно. Это не нужно было делать. Нужно было другое... Остекление было другое делать. Ограждение было другое нужно было делать. И всё. Было бы нормально всё на всю жизнь. Всё бы хватило надолго. Вы имеете в виду с точки зрения прочности? Конечно, конечно, конечно. С точки зрения современной молодёжи, которая занимается вандализмом. Вот и всё. Нормально. Вот и здесь разбили уже. Они не прочные. Так если такой народ... Они прочные, это народ такой. Смущает жителей ничем не окантованный край одной из стеклянных стенок остановки. Стекло плохо видно, и люди со слабым зрением могут легко в него врезаться. По словам сотрудников МОЗ «Автодора», конструкцию остановок они изменить не могут. Это типовой проект для всей Московской области. Но разбитые стекла регулярно меняют на новые, и ржавчину в скором времени устранят. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова